Мы все перестроили, вставили перегородки и сделали душевые для персонала, который будет выходить из грязной зоны в чистую. Кратчайшие сроки в режиме 24 на 7. Всего за неделю под госпиталь был перепрофилирован хирургический корпус больницы, отделение гинекологии, урологии и хирургии. Кислородная разводка, аппараты ЭВЛ, боксы, шлюзы и даже автономный блок работы с биоматериалами. Анализы будут выполняться конкретно здесь и это все дистанционно будет передаваться уже на компьютер в чистую зону. Госпиталь будет готов принять до 170 пациентов. Один из реанимационных залов, где будут находиться самые тяжелые пациенты. Заканчиваем подготовку, сейчас сюда переместим аппараты ЭВЛ, мониторы, шприцевые помпы и начнем работать. Работать с пациентами будут более 300 специалистов, которые прошли специальные курсы повышения квалификации. Все специалисты хирургического корпуса, которыми здесь работали, врачи, медсестры, санитарки, уборщицы, когда мы довели до них этот приказ, они все согласились работать в этом инфекционном госпитале. Усилили это еще врачами-терапевтами, у нас еще есть терапевтический корпус с участковыми терапевтами. Для того, чтобы подготовить лечебное учреждение в срок, помогать коллегам вышли даже те, кому сегодня заступать на ночное дежурство. Обучение прошли, обучение проходили уже заранее. Каждый день читаем, каждый день смотрим дополнительные видео, обучающие, лекции. То есть, в принципе, готовы на данный момент. Первые пациенты с коронавирусной инфекцией начнут поступать в больницу уже в ближайшие часы. Дмитрий Кузнецов, Владислав Пескунов. События. Брянск.